Здравствуйте друзья. В начале этого года я начал плавный и неторопливый процесс переезда своей системы умного дома на новый сервер. Переезд по сути превратился в совершенно новую систему, включая новые zigbee координаторы с перестройкой всей сети. Была переписана практически вся логика, хотя изначально я планировал просто перевести все в пакаджи. В конце концов этот процесс был доведен до некоего логического завершения, точнее рабочей версии, так как я все равно периодически придумываю что-то новое. Осталось только решить вопрос с резервированием, о чем я вам сегодня и расскажу. Первым делом нам понадобится чистый Instance Home Assistant. Я сделал его на базе Raspberry Pi 4B по своему же уроку легкая установка на Raspberry Pi 64 ссылка в описании. Он полностью актуальный, я прошел по всем шагам, только не ставил партейнер. Кстати на моем канале сейчас проходит сбор средств на покупку мини ПК на базе Intel, для того чтобы он послужил основой для новой серии уроков, ссылка в описании. Сразу скажу, что как и где будет развернут второй Instance, не важно. Это могут быть разные аппаратные платформы, например на базе Intel и одноплатник, или старые ноутбуки виртуалка или даже две виртуалки. Могут быть разные варианты установки, Hassos или Supervisor на Debian или Ubuntu. Важно получить еще одну пустую инсталляцию Home Assistant. Еще раз повторюсь, мой урок для Raspberry Pi 4B на дату этого видео полностью актуальный, все установилось без каких-либо проблем. Тип установки распил с 64 от операционная система на базе Debian Bullseye и Supervisor Home Assistant. Я считаю, что это наиболее оптимальный и гибкий вариант. Для того чтобы легче было отличать, на основном работающем сейчас сервере установлена темная, цветовая тема, на втором светлая. Кто видел мою конфигурацию на гитхаб и смотрит мои видео посвященные Home Assistant, в которых я показываю свои автоматизации, знает, что почти во всех них есть условия, которые смотрят на некий переключатель контрольного режима. Во взорах я упоминал, что это специфика моей конфигурации, которая предполагает использование резервного сервера. С него и начнем подготовку. Логика переключателя построена следующим образом. Есть бинарный сенсор на платформе MQTT, который смотрит в указанный топик, и в зависимости от того, что там записано, принимает состояние включено или выключено. И есть template switch, тот самый, который и указан в автоматизации. Если его отключить, то практически все, кроме пожалуй стартового уведомления, перестанут работать. На основном сервере его состояние аналогично сенсору, оба включена или оба выключена. Соответственно при включении этого переключателя в топик MQTT пишется команда on, благодаря которой сначала сенсора потом и сам переключатель становится включенными. И наоборот при выключении пишется команда off и все выключается, опция retain сохраняет это значение в топике. Временно, перед снятием бэкапа для резервного сервера, комментирую этот выключатель и создаю его, так сказать антипод. Этот переключатель становится включенным, когда бинарный сенсор получает статус выключено. Соответственно при включении он пишет в топик команду off, а при выключении команду on. Логика в том, что при использовании серверами общего топика, где хранится это значение, какой-то из них будет включен, а какой-то выключен. Режим interlock. Кроме этого, для второго сервера нужно создать свой telegram-бот, так как нельзя на двух серверах использовать один и тот же. У меня они уже были, я просто поменял ID в файле секретов. В принципе это все различия в конфигурации основного и резервного сервера, не считая еще некоторых надписей в интерфейсе. Идем в меню настройки, тут выбираем меню система, второе снизу. Здесь нам нужен пункт резервные копии, он четвертый сверху. Делаем полную резервную копию, имя рандомно, эту копию мы и будем использовать для второго сервера. В зависимости от конфигурации, количество аддонов и интеграции, объема базы данных, это может занять некоторое время. Копия готова, так как у меня в базу данных пишется не так много объектов, то и размер снимка небольшой. Сразу возвращаем обратно настройки переключателя автоматизации telegram-бота. Идем теперь в это же меню на новом сервере, тут пока совершенно пусто. В правом верхнем углу три точки, нажимаем и выбираем загрузить бэкап. По сети, через самбо сервер, захожу в папку бэкапов основного сервера и ориентируясь по времени создания, выбираю подготовленный бэкап. Ждем некоторое время пока система не перепишет к себе файл бэкапов. И в появившемся меню выбираем опцию полного восстановления. Подтверждаем и ждем завершения развертывания резервной копии. Готово, у меня запустилась копия сервера автоматизации, переключатель режима работы пока выключен. Проверим все ли подхватилось. Если у вас настроено автоматическое резервное копирование типа google бэкап, то нужно изменить путь к папке куда сервер будет складывать снимки системы. Остальное, все уже установлено и настроено. Дополнения. Интеграции со всеми добавленными в них устройствами. ZigBee MQTT, использование в качестве координатора ZigStar LAN, который работает по сети, дает возможность одновременного подключения к себе с разных серверов. Точно также и второй аддон, который работает с ZigStarLilyZig. Это кстати и было основной причиной ухода от ZigBee USB-стика. А тут вспомним еще один мой блог, посвященный созданию MQTT Bridge, ссылка на него в описании. В каталоге Share создаем папку Mosquito и файл Mosquito.conf. И прописываем параметры подключения к первому основному серверу автоматизации. В конфиге дополнения Mosquito Broker включаем активный режим и перезагружаем его. Проверяем работу переключателя автоматизации, синхронно. Всегда работает только один. А вот переключатели режимов работы, отопление, увлажнение, кондиционирование работают синхронно и не надо беспокоиться о том, что включив его на одном сервере, он не включится и на втором. На этом запуск резервного сервера завершен. По одному клику он перехватывает на себя управление с первого, что позволяет безболезненно его перегружать и ставить эксперименты. Использование паккаджа и автоматизации с условием, которое смотрит на переключатель режима работы, дает возможность легко переносить их с сервера на сервер простым копированием. Но это еще не все, остался вопрос телеметрии, про который я уже много говорил. Но в этом кейсе стоит задача автоматического перехвата управления, в случае сбоя основного сервера. Если вам интересно будет видео на эту тему, пишите в комментариях. На этом все, надеюсь видео было вам полезно и интересно, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, можно сделать это прямо сейчас. Если вам нравится то, что я делаю и вы хотите новое видео посвященное умному дому, поддержите мой канал, ставь его спонсором. Кроме этого, есть и другие способы разовой и периодической материальной помощи, ссылку вы найдете в описании. Также я веду и телеграм-канал, в котором публикую полезную информацию, опросы и ссылки на устройства умного дома. Буду рад, если вы присоединитесь к нему. В описании под видео вы найдете полезные ссылки на все устройства, показанные в обзоре, на полезные ресурсы, а также на те видео, которые либо упоминаются, либо пересекаются с темой этого. До новых встреч, всем мира!